Примерно 9-10 месяцев назад, под видео о турмалине, моя постоянная зрительница и подписчица попросила рассказать про минерал Сфен. В тот момент я решил отложить этот рассказ на потом, а спустя столько времени я получаю похожий комментарий под видео про опал, но уже от другой подписчицы. И думаю, это будет лучшее начало года, выполнить просьбу подписчиков. Сегодня я расскажу про минерал Сфен, он же Титанит. И перед началом, по традиции, попрошу вас подписаться, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистоун. Приятного просмотра. Начнем с названия. Сфен происходит от реческого слова Sphenos, что означает клин, и это очень хорошо описывает характерные клиновидные кристаллы минерала. Это название было введено в 1801 году Рене Жюстом Гаюи. Сам же минерал был открыт и признан новым немного раньше, в 1787 году Марком Агюстом Пикте. А описание минерала заняло еще 7 лет. И уже в 1795 году Мартин Калпрод, немецкий химик, первооткрыватель трех химических элементов циркония, урана и титана, дал минералу название Титанит. Само название хорошо отображает суть минерала. Содержит элемент Титан, который был назван в честь Титанов, персонажей древнегреческой мифологии, детей Геи. В любом случае, оба эти названия, свен и титанит, использовались для описания этого минерала вплоть до 1982 года. В этом году Международная Минералогическая Ассоциация рекомендовала официально заменить название свен на титанит. Геологи и минерологи по всему миру быстро перешли на название титанит, и теперь оно является официальным названием камнем. А название свен по-прежнему является доминирующим в ювелирной, камнеобрабатывающей и гранитной промышленности, потому что изменение названия может повлечь за собой сбой и путаницу в маркетинге драгоценных камней и ювелирных изделий. Итак, титанит – это редкий титановый минерал, который в основном встречается как сопутствующий минерал в гранитных и богатых кальциометаморфических породах. Химическая формула такая. Иногда он может содержать и другие элементы, такие как алюминий, хром, фтор, железо, магний, марганец, натрий и цирконий. Помимо этого, иногда может содержать и редкоземельные элементы – церий, нюби или итрий. Твердость титанита составляет 5-5,5 по шкале мооса. Он тверже большинства распространенных минералов, но все еще относительно мягок по сравнению с драгоценными камнями, такими как сапфиры или алмазы. Титанит обычно образуется в метаморфических породах, которые представляют собой породы, подвергшиеся воздействию высоких температур и высокого давления в земной коре. Во время регионального или контактного метаморфизма существующие минералы в породе могут реагировать и перекристаллизовываться, что приводит к образованию новых минералов, таких как титанит. Это происходит, когда исходные минералы в породе подвергаются воздействию повышенных температур и давлению. Титанит также может образовываться в некоторых магматических породах. В этих случаях минерал кристаллизуется из магмы во время охлаждения и затвердевания определенных типов магматических пород, богатых кремнеземом, таких как граниты и сиениты. Также титанит можно найти в гидротермальных месторождениях минералов. Эти месторождения образуются, когда горячие флюиды циркулируют через трещины и разломы в земной коре, перенося растворенные минералы. В этих условиях титанит может осаждаться из гидротермальных растворов и становиться частью жильных минералов. Отличительной особенностью титанита является его кристаллическая форма, цвет и блеск. Кристаллы титанита часто образуют хорошо развитые кленовидные или призматические кристаллы с четкими гранями и острыми краями. Они могут варьироваться по размеру от микроскопических до нескольких сантиметров в длину. Кристаллы могут быть прозрачными или полупрозрачными. Минерал может встречаться в широком диапазоне цветов, включая зеленый, коричневый, желтый, красно-коричневый, черный и иногда бесцветный. Цвет обычно зависит от следовых элементов и примесей в кристаллической решетке. Например, железо оказывает сильное влияние на цвет титанита. Желтые и зеленые образцы имеют низкое содержание этого элемента, в то время как коричневые и черные образцы имеют более высокий уровень содержания железа. А в розовых камнях титанита за цвет и оттенок обычно отвечает марганец, в изумрудных – хром. Сам минерал имеет смолистый или адамантиновый блеск, который редко встречается в других минералах. Из-за этого титанит часто путают с некоторыми другими минералами, например, с асфалеритом. Некоторые образцы минерала могут демонстрировать плеохраизм, менять свой цвет в зависимости от угла падения света. Но самое интересное свойство, по моему мнению, это дисперсия света минерала. Самый известный минерал с высоким показателем дисперсии – это алмаз. Он для него составляет вот такое значение. А распространенными природными минералами, имеющие дисперсию выше, чем у алмаза, являются титанит и демонтоид. Из-за такого показателя этот минерал и ценится в ювелирном деле. Кристаллы титанита ювелирного качества с привлекательными цветами и оптическими свойствами гранятся и полируются для использования в различных ювелирных изделиях. А способность разделять свет на спектральные цвета, создавая эффект подобной радуги, очень ценится покупателями. Но, к сожалению, невысокая твердость и его легкая раскалываемость делает минерал слишком хрупким в качестве камня для некоторых украшений, например, для колец. Потому что человек, носящий такое кольцо, может легко повредить камень, в отличие от ожерелья или серёг. Кстати, надёжные поставки огранённых камней с яркой дисперсией в коммерческих количествах не были разработаны. А покупатели ювелирных изделий не особо знакомы с этим минералом. И поэтому титанит, хоть и обладает красивой дисперсией, не стал основным драгоценным камнем, который обычно доступен в ювелирных изделиях. А вот коллекционеры минералов очень ценят образцы титанита за их эстетическую привлекательность и геологическую значимость. Образцы с хорошо сформированными кристаллами или уникальной окраской особенно ценны. Помимо явного использования камня в ювелирном деле и коллекционировании, титанит является ещё второстепенным источником диоксида титана, пигмента, который используют в различных промышленных приложениях. Его способность придавать различные цвета изделиям, например, из керамики и стекла, делает его ценным для производства декоративных изделий и художественных произведений. Сам минерал можно найти в разных местах по всему миру. Например, Пакистан, в частности район вокруг Скарду, в регионе Гилгит-Балтистан. Тут кристаллы титанита часто имеют зелёный цвет и пользуются большим спросом у коллекционеров и любителей ювелирных изделий. Бразилия, регион Минай-Жирайс, куда ж без него. Тут можно встретить минералы разных цветов, включая зелёный, жёлтый и коричневый. Эти образцы ценятся за свою чистоту и блеск. А Швейцария известна своими месторождениями альпийского типа, содержащими титанит. Эти месторождения часто связаны с гидротермальными жилами в Альпах. Такие образцы титанита ценятся за их эстетические качества и могут варьироваться по цвету от зелёного до коричневого. На Мадагаскаре добывается титанит ювелирного качества. Эти минералы могут иметь различную цветовую гамму, включая зелёный и жёлтый, и часто используются в ювелирных изделиях. В Уральских горах добывают образцы титанита, как правило, в сочетании с другими минералами. И ценятся именно за связь с другими минералами, которые образуют с ним красивые кластера. Также минерал добывают в Канаде, США, Италии, Мексике и в других местах на планете. Каждый источник добычи этого минерала может предоставить свой уникальный вид камня, который будет цениться за свой вид, красоту, дисперсию и цвет. Вот такой получился сегодня рассказ. Надеюсь, те, кто просил рассказать про этот минерал, довольны. И я надеюсь, что вы узнали что-то новое и необычное про этот красочный и интересный минерал. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока.